19 команд Большинство участниц по 13 лет В таком возрасте проводится первенство России Именно к этому уровню и должны стремиться участники областной детской лиги И уровень волейбола показывать соответствующий Получается, правда, далеко не у всех Так что без требовательного тренера результата ждать не стоит Судя по своему опыту, считаю, что дети этого возраста уже должны показывать более взрослый волейбол Поэтому мы нацеливаемся на эту работу и считаю, что показываем результат Еще одна интрига географическая Команды из муниципальных образований, коих региональная лига собрала немало, старались не отставать от городских Очень приятное игровое впечатление произвели девчонки из Исетского района Первым на турнире матча они довольно уверенно одолели прибой из областного центра Как бы можно сказать, что нам немножко в жребии повезло Вот, есть прибой посильнее команда Ну, было неожиданно, конечно, что так легко победили Молодцы девчонки сразу взялись за дело Ну, в принципе, как бы результатом, конечно, довольны, но есть над чем работать По итогам турнира лучшими стали девушки из Тобольска Упоровская команда вторая, а тройку призеров замкнули волейболистки Тюменской без США номер один В Тюменском центре «Жемчужина Сибири» прошли отборочные соревнования национальной команды Они определили состав на первый этап Кубка мира по биатлону У женщин не обошлось без сюрприза, очень приятного для тюменских болельщиков Контрольным стартом, коими являлись две спринтерские гонки, допустили лишь спортсменов централизованного отбора За исключением мастеров с богатым прошлым Тюменки Ирины Старых и Екатерины Глазириной из Екатеринбурга При этом было озвучено, что претендовать они могут лишь на Кубок IBU При такой конкуренции 17 спортсменок на 4 путевки на Кубок мира И это оказалось непростой задачей Однако у старых нашлось свое мнение В первом спринте она стала пятой с двумя промахами и лучшим финишным кругом А во второй гонке тюменка с единственной осечкой показала третий результат В итоге больше очков набрала лишь Светлана Миронова из Екатеринбурга И наставники обеих команд вместе с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым И президентом СБР Владимиром Драчевым удалились принимать важнейшее решение Первым его озвучил Хованцев, вторых едет на Кубок мира Не случайно там оказалась Ирина Старых? Да, конечно, конечно То, что она в прошлом году зарекомендовала свою эстафетную гонку С учетом этого взяли основной состав Практически все критерии выполнены Некоторые моменты там есть, расхождение Но в определенной позиции мы все вместе с работой всего тренерского штаба Приняли вот такие решения, которые уже есть На данный момент считаю, что это правильно Время покажет Кубок мира по биатлону в Швеции стартует 30 ноября Помимо старых там побежит еще одна тюменка Виктория Сливко Которая была освобождена от отборов Компанию им составят Миронова, Екатерина Юрлова-Перх из Санкт-Петербурга Югорчанка Кристина Рисцова и Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа В Международный день студента тюменские грызуны гранита наук играли в дартс Второй год подряд в областной столице состоялся кубок для учащихся в вузах и СУЗов по британской игре с дротиками В этом сезоне студенты уже попробовали себя в серьезных турнирах с маститыми соперниками И за успехи на этом поприще начали получать спортивные разряды Это, конечно, ребят подстегивает, и я вижу, как они сейчас с удивлением смотрели на то, что, оказывается, это возможно, да, возможно И я думаю, что действительно желание заниматься этим спортом у них будет еще больше и больше У девушек золото досталось Анастасии Литвиновой, студентке Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Перед началом соревнований будущий педагог физкультуры получил удостоверение третьего спортивного разряда Самое главное плюс этого спорта, это то, что спорт вступен практически всем людям Не только людям, которые полноценно здоровы, да, и подают всеми возможностями здорового человека И также людям с личными возможностями здоровья Если вы до сих пор думаете, что практическая польза дартса может быть лишь пришпиливанием назойливой мухи к стене То приготовьтесь познакомиться со студентом Тюменского медицинского университета Алякбаром Жаборовым Как и все студенты, которые поступили в медицинских, я также хочу стать хирургом Это как бы тренирует моторику мелкую Оно как бы в будущем поможет Ну, когда концентрируешься, поначалу как бы руки дрожат А постепенно-постепенно отрабатывая, дрожь пропадает И как бы это, мне кажется, в будущем как-то поможет Серебро у девушек досталось Анне Лукьяненко Бронзу разделили Полина Шевелева и Александра Красноперова У представителей сильного пола золота примерил Алексей Парначев Вторым стал Александр Симонов На третью ступень пьедестала поднялись Евгений Дриманов и Алексей Акифьев Взять Казань с первой попытки не удалось Хоккеисты Тюменского легиона в домашнем матче чемпионата МХЛ встретились с Ирбисом и уступили Уже в дебюте хозяева отыграли 4 минуты подряд в меньшинстве Но сумели оставить свои ворота сухими Однако стоило самим получить большинству, как пришла беда Потеря в средней зоне и Денис Комков великолепным броском поразил девятку ворот Алексея Щетилина А уже к середине периода молодежь Кагварса создала себе вполне комфортный гандикап 2-0 Хотя в этом эпизоде арбитры могли отменить гол Ирбиса Шайба попала в конек Роману Полувытнову Но судьи посчитали, что умышленного движения защитник гостей не совершал Во втором отрезке событий на площадке накопилось меньше Казанцы заметно перебросали хозяев, которые должны были благодарить своего голкипера за то, что он долгое время оставлял их в игре Недаром 19-летний вратарь активно привлекается к тренировкам с главной командой Требования везде одни и те же, для меня как вратаря это надо просто ловить, не пропускать Пока не получается, только вот то по две, то по три, то четыре вот сегодня То есть требования одни и те же, и это никак не сказывается То есть езжу с командой мастеров, мне нужно показывать, чему я там научился выходить на лед и играть Заключительная 20-ти минутка началась для легионеров обнадеживающей Евгений Волков отобрал шайбу на чужой половине и адресовал ее Александру Головину Капитан Тюменцев произвел отличный по силе и точности бросок Казалось, что сибиряки способны развить успех, но казанцы быстро взяли себя в руки И вскоре Кирилл Крутов в третий раз огорчил Щетилина А в концовке встречи Ильнур Шабанов установил окончательный счет 4-1 Повторную встречу соперники проводят в эти минуты